Россия огромная и интересная страна. Его природа не перестает поражать богатством, разнообразием и красотой, она полна души и таинственности. Поэтому посещать природные достопримечательности должны не только художники или фотографы, но и каждый житель нашей страны. Природа поможет понять культуру и душу России не меньше, чем посещение музеев и концертов. Озеро Эльтон – Волгоградская область. Это самое большое соленое озеро в Европе, названное в честь деревни, в которой оно расположено. Эльтон – одно из лучших мест для омоложения и оздоровления. Редкие минеральные воды творят чудеса с человеческим телом. По свойствам они сопоставимы только с Мертвым морем. Розовая водная гладь этого озера имеет правильную овальную форму, пропитана редкой минеральной водой, блестит на солнце и окружена белоснежной солью. К тому же глубина Эльтона всего 10 сантиметров, по нему можно даже ходить. В другой стране на это озеро брали деньги, а в России это бесплатно. Озеро Кезин-э-Ям – республика Чечня. Удивительно, насколько это озеро неизвестно туристам. Он расположен на территории между Чеченской республикой и Дагестаном, в горах Северного Кавказа на высоте более 1800 метров. Он наполняется реками и ручьями, но ни одна река не выходит. Это очень красивое место, подходящее для туризма. Кезин-э-Ям наполнен холодной водой, но отдыхать здесь комфортно. Кавказские горы защищают это место от холодного ветра, дожди здесь бывают редко, солнце светит почти круглый год. Кроме того, Кезин-э-Ям окружен альпийскими лугами, которые во время цветения создают невероятное зрелище. Кунгурская пещера – Пермский край. Эта ледяная пещера – одно из самых посещаемых мест Сибири и Урала, ей более 10 тысяч лет. Пейзажи внутри пещеры могут лишить вас дара речи, более 70 глубоких и чистых подземных озер, множество сталактитов и сталагмитов, замерзшие водопады, ледяные узоры. В пещере постоянно проводятся экскурсии, как групповые, так и индивидуальные, поэтому не упустите возможность ее посетить. Овачинская бухта – Камчатский край. Камчатка – малоизвестное и загадочное место с яркой природой. Овачинская бухта расположена на берегу Тихого океана и занимает второе место по величине на всей планете. Петропавловск-Камчатский, столица Камчатского края, расположен на берегу залива. Из воды появляются три камня. По легенде, однажды трое молодых людей подошли ко входу в бухту и спасли от цунами живших там людей. В честь них местные жители назвали «Скалы Три Брата», тем самым закрепив это событие в истории. Долина Гейзеров – Камчатка. Эта камчатская достопримечательность признана одним из семи чудес России. Именно ради единственной в Евразии долины гейзеров туристы, отправляются в столь далекое и опасное место. Он расположен на территории Крановского биосферного заповедника и занимает всего 6 квадратных метров. В этом районе 20 гейзеров, температура воды в которых составляет 95 градусов по Цельсию. Озеро Байкал, Восточная Сибирь. Удивительно, но в этом морском озере содержится около 1,5 пресной воды в мире. Тайга, песчаные пляжи и степь. Если вы любитель дикой природы, ваш маршрут пролегает по полуострову Святой Нос и близлежащим ушканям островам. На этих островах водится тюлень. На Байкале обязательно посетите живописный остров Ольхон. Оказавшись на острове, вы сразу погрузитесь в его волшебную атмосферу. Причина в том, что на острове много священных мест, мест поклонения и священных плащей со своими легендой. Орденская пещера – Пермский край. Пещера Орды была замечена сравнительно недавно, в 90-х годах прошлого века. В это время исследователи начали его активно изучать. Сейчас сюда съезжаются туристы и дайверы со всей страны, а также из-за границы. Орденская пещера – самая длинная в России и во всем союзе независимых государств СНГ. Большая часть заполнена холодной водой. Подземелье поражает глубиной и прозрачностью воды расположенного внутри бассейна, очень полюбившегося дайвером. Эльбрус, Кабардино-Балкария. Двуглавый потухший вулкан Эльбрус – самая высокая вершина в Европе. Он входит в число семи высочайших вершин семи частей света. Вулкан на границе Кабардино-Балканской республики и Карачаево-Черкесской республики. Эльбрус – престижное место для альпинистов и рай для любителей лыжного спорта. Лучшее и дешевое время для катания здесь ноябрь. Если вы предпочитаете отдыхать летом, подходящее время – июнь. Это дождливый месяц, но прямо сейчас можно увидеть распускание редких цветов рододендров. Ленские столбы, Якутия. Район внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Высокие продолговатые скалы встречаются вдоль великой и красивой реки Лена. Поездка на Ленские столбы станет незабываемой в любое время года. К тому же это место издавна было священным у якутов и и венков. Здесь шаманы и старейшины общались с духами скал, и обычным людям не разрешалось входить в Ленские столбы. Этот культ природы неудивителен, столбы напоминают человеческие фигуры. Сегодня эти необычные места являются частью одноименного природного парка. Помимо скалистых лабиринтов, гости парка могут посетить холодные северные песчаные пустыни, скальные стоянки древних популяций, места с уникальными экосистемами, которые тысячелетиями развивались в условиях вечной мерзлоты. Плато Путорана – Красноярский край. Плато находится в Сибири за полярным кругом между Енисеем и Леной. 252 миллиона лет назад на территории Путораны произошло извержение супервулкана, в результате которого погибло все живое в этом районе. Эпизод получил название Великое Пермское вымирание. Область теперь покрыта толстым слоем застывшей лавы. Побывать на Путорана должен каждый россиянин, ведь это край тысячи водопадов и десяти тысяч озер. Эти фантастические пейзажи поразят каждого приедущего туриста. Их сложно описать.